сейчас вышла хочу немножко вам здесь показать очень интересный момент такого вы наверно точно еще не знаете здесь в индии когда строится дом вот я сейчас подхожу уже все-таки этот дом строится которым я рассказывала вам уже видите все равно здесь вода ну походу там уже все засыпали то есть может там тоже и вода есть и все но но будет не видно это понимаю что это стройка на на продажу здесь когда строятся дома на продажу они строятся как попало на самом деле честно то есть у меня здесь работает моя помощница она здесь работает сторожкой поэтому она мне рассказал рассказывала все такие очень много интересных таких вещей и на самом деле даже жалко людей которые вот покупают на продажу такие дома там там строится как попало вообще нас на самом деле трещины всякие там брак брак любой замазывают вообще ну я по поводу хотела вот этого конкретного вот этого помещения так скажет скажем она строится в первую очередь видите насколько она такое большое обширное это место куда стекает вся в общем дрянь с туалета то есть вы наверное не знали что в индии здесь канализации такой нет по трубам как у нас вот по трубам все течет она куда-то там собирается потом его там перерабатывать здесь такого нету здесь строится под домом вот такая вот штука из туалета все она туда стекает в общем несколько лет она все наполняется я даже сама не знаю если честно сколько лет потому что у меня дом только три года мне сказали она может даже в течение 10 лет на самом деле заполняться и когда она заполняется после этого у вас получается блокируются все туалеты и вы понимаете что она наполнилась и после этого просто приезжает какая-то там машина по всей видимости высасывающие все всю эту дрянь и куда-то его отвозят сливают я если честно не знаю куда это все сливают то есть я просто хотела вам рассказать этот интересный момент потому что у нас там такого точно нет это получается как к свой собственный свое собственное хранилище какашек под домом ну ну тоже в общем то интересно ну дом в общем то строится в полном разгаре несмотря ни на что то есть хоть вода хоть не вода все он видите засыпали так что я думаю новые хозяева которые купят это все они даже и не узнают что здесь творилось на самом деле сколько здесь было воды даже вот здесь видно сколько здесь воды все в общем затопило вода все равно продолжает пребывать ну в общем мы здесь сделать ничего не можем мы только наблюдатели я только могу сделать обзор на эти вещи и рассказать вам как бы всю правду а вмешиваться конечно я сюда не могу люди зарабатывают всем надо зарабатывать жить но к сожалению не можем мы сюда вмешиваться в такие вещи не можем никому мы рассказывать хотела еще сделать такое интересное дополнение по поводу строя причем знаю я конечно это все из первых рук только поэтому как бы вам и рассказываю то есть это конечно на самом деле такие вещи знаете по большому секрету этого даже я бы и этого конечно никому не рассказала если вы если бы рассказывала не на русском языке то есть это не для не для всех не для каждого за такое если честно за такую информацию могут и приступнуть того человека который мне рассказал потому что понятно на самом деле кто мог бы мне рассказать конечно тот человек который как бы сторожует настройки и который знает об этих вещах но все устроились я вам показывала уже прошлых видео моих один видео был там про пить не про бедняков и в следующей на следующей нашей улице была там стройкой там строились 5-6 домов и ну и в общем моя садна как всегда там она у неё в общем-то профессионально она занимается именно она сторожит стройки то есть приглядывает за ними ну и она там приглядывала и в общем она мне рассказывала о том что в одном доме полностью крыша вот потолок он полностью треснул представьте себе его никто ничего не сделал то есть там все протекало то есть это еще было сезон дождей то сезон даже но конечно все текло и это все было видно то есть она это конечно сразу увидела заметила но и на нее шикнули сразу и сказали что молчи и не смей даже рта открывать по этому поводу ну и что вы думаете после этого все это замазалось сделалось вот это пиопе я не знаю пиопе это на английском как это у нас это вот а подвесные потолки подвесные потолки извините меня конечно некоторые люди меня очень сильно исправляют хотя я не обижаюсь на самом деле правда я рада что вы меня исправляете и даже когда вы не исправляете я потом быстрее запоминаю свои ошибки и конечно же я исправляюсь просто немножко хотела в свое оправдание сказать то что я русский очень сильно подзабыла для меня это уже трудно разговаривать красиво хорошо на русском потому что индийский очень сильно у меня здесь доминирует я уже стала даже думать на индийском я даже слышала где то что когда ты думаешь уже на том языке на котором ты разговариваешь это значит что ты узнаешь в идеале поэтому у меня такой микс в голове то есть иногда я хочу знаете сказать вам какое-то слово оно у меня от на английском на индийском но только не на русском и мне приходится вот это знаете как как в словаре искать слова то есть сначала я его на рус на индийском потом на английском а потом только до меня доходит на русском что вот я могу сказать у все вернемся к нашей теме И теперь, в общем, она это все увидела. И на нее сразу шикнули. Ей сказали, что не смей даже открывать своего рта. А то, знаешь, можешь попасть в беду, так сказать. Ну, мягко намекнули. Этого было достаточно, конечно. Она, как женщина, конечно, не полезет в такие вещи. И не станет там связываться ни с кем. В общем, потолок был полностью, люди, треснутый. Замазали вот этими всеми подвесными потолками. То есть, все сделали супер-пупер. Все сделали красиво. И представьте себе, что она говорит, уже эти дома куплены. То есть, там уже начали жить люди. Сейчас погода в данный момент, она сухая. То есть, сейчас у нас будет жара после этого сезона. И rainy season у нас начнется только после мая. То есть, человек проживет практически полгода в доме. И только тогда он узнает, что у него в потолке такая огромная трещина. И что в доме такая проблема. То есть, потом просто, я думаю, они отмажутся. То есть, они просто скажут там, что этого всего как бы и не было. И мы не знаем. То есть, мало ли что могло произойти в течение полгода. То есть, конечно, дом дает и осадку. Потому что это на самом деле так. У меня дом тоже дает очень сильную осадку. Даже несмотря на то, что у меня тут положено столько арматуры, столько цемента. Залито. Мы очень большие деньги потратили. Потому что у меня почва была очень мягкая под домом. Поэтому нам пришлось очень много ложить вот этих всех вещей, слоев, для того, чтобы дом был устойчивый. И все равно спустя три года я вижу, что дом у меня очень дает сильную осадку. У меня даже на кухне я вижу даже пластиковые окна. Даже в одном месте оно треснуло. Ну, то есть, конечно, пока это небольшая проблема. Но, может быть, дальше придется и окно даже менять. Если будет очень сильная усадка дома, то, может быть, даже что и вообще может и окно треснуть. То есть, это на самом деле проблема. То есть, не докажешь. Могут просто действительно сказать, дом осел, как бы приподсел. Ну, что ты здесь скажешь? В общем, такие истории, конечно, интересные на самом деле. Должна еще вам добавить вот про такие вот истории про стройки. Хочу немножко сделать такое добавление. Должна вам сказать, что здесь строители, они не очень. Это тоже, это тот же, получается, слой населения, который не обучен абсолютно ничему. То есть, они не могут 2 плюс 2 сложить, но они строят дома. То есть, представьте себе, надеяться вот на таких строителей, на таких горе строителей. И у меня тоже работали в доме такие горе строители. И я стояла здесь 24 часа в сутки практически, чтобы над ними смотреть, чтобы они мне тут чего не запороли. Я тут и углы меряла, и вымеряла, доказывала, что нет, это не 90 градусов, вы тут что-то лепите еще. Ну, в общем, я тут с каждыми рабочими полностью стояла, занималась своей стройкой, потому что на таких людей действительно надеются. Они вам потом тут такого настроят, что просто даже в страшном сне не приснится. И поэтому я действительно, многие люди надо мной смеются, когда я говорю, что я строила дом. Я говорю так не просто так, потому что я участвовала действительно здесь в каждой работе. То есть, я тут и шкребла, и мазала, и углы меряла, и вымеряла расстояние, там какие-то, где должны быть розетки, насколько они должны быть по высоте, вверх, вниз. Ну, короче, чем я только не занималась. Этот дом мне очень он дал, конечно, многое. То есть, я научилась действительно очень многому вместе с этими горе-неучами рабочими. Но должна вам сказать, к сожалению, здесь нет просто выбора. Нету таких профессионалов, как у нас, знаете, чтобы вот пришел и человек вот сделал вот так вот, знаете, ух, такого здесь нету. То есть, финишинг, вот эти вот окончательные работы, я не знаю, как сказать правда на русском, ну, то есть, чтобы каждый уголочек, чтобы каждая, там, знаете, каждый вот там, ну, как вам объяснить, я не знаю, у меня, честно, слов даже не хватает. Потому что нету здесь такого. Это надо стоять и вот так вот показывать своим пальцем, тыкать в каждую, там, знаете, цяточку. Но это же надо еще и понимать и это. А я, как женщина, сами понимаете, я вообще самый первый раз в своей жизни как бы на стройке, поэтому это очень, конечно, трудно все, эта тема очень тяжелая, да. Еще хотела сделать такое маленькое добавление по поводу вот этой болтовни, моей ссадни. Я уже ей не раз говорила, ты поменьше болтай и ты даже мне не рассказывай. Потому что на самом деле такие вещи лучше, знаешь, если ты там ничего не можешь сделать и боишься, что тебе башку просто оторвут, ты лучше молчи и вообще никому не говори. А у нее вот есть привычка, она им не расскажет. Я не знаю, она вообще-то говорит, что я никому как бы не рассказываю, но кто его знает. Я уже предупредила о том, что ты поменьше болтай, потому что я знаю, что их слоев, как бы их уровня, вот эти люди, они очень злопамятные, они на самом деле могут и прибить, вот честно. Я недавно у нас было такое, что соседи наши, они куда-то уехали, соседи наши куда-то уехали и оставили своей помощнице ключи от дома. Хотя я не знаю, как они умудрились такое сделать, я бы, честно, побоялась кому-то оставлять. Тем более она как бы и новенькая у них, у них недавно они купили дом, то есть не такой еще старый. Ну и в общем моя садна своим острым глазом увидела то, что эта помощница кого-то туда приводила. И утром они каждый день, она сначала выйдет, посмотрит по сторонам, а потом выходит какой-то мужчина. То есть она заприметила, она как у нас с утра моет машину, моет, вытирает и по всей видимости, поэтому как бы увидела. Потому что я обычно с утра на кухне, у меня нет времени стоять во дворе или за двором, так сказать, рот раскрыв и замечать все эти вещи. И в общем она потом мне это все рассказала. Но я сказала, ты лучше молчи и вообще, когда они выходят из дома, отвернись и не смотри туда, иначе точно тебя прибьют. Потому что она мне сказала, сама говорит, я тебе рассказываю только потому, что они каждый день оттуда выходят, и я боюсь, что я их вижу. И как бы они меня не прибили, или что-то не сделали, или там еще что-то. Я говорю, а ты просто отвернись и туда не смотри, потому что может быть все что угодно. То есть они такие, они могут и стукнуть, и сделать что угодно, поэтому они боятся очень сильно друг друга. Даже знаете, если ты кого-то выгоняешь, допустим, с работы, если я захочу выгнать свою садну и взять кого-то другого сюда на работу, и этот другой, кого я захочу взять, скорее всего, она пойдет к моей садне и спросит, то есть действительно ли ты бросаешь эту работу или тебя выгоняют, то есть ты точно не будешь здесь работать. То есть как это называется на индийском? Петкатна. Петкатна это резать живот. Ну это я вам в таком прям в подробном переводе говорю, резать живот. В смысле как обрезать, я так думаю, для них это типа обрезать живот в смысле, ну в смысле как отрезать от нее, как кусок хлеба. Я думаю, это так, наверное, можно понять, то есть смысл вот этого выражения. Только после этого человек придет к тебе на работу, то есть они очень боятся, они не пересекаются друг с другом, потому что если из-за тебя кого-то выгонят с работы, если человек теряет работу, это очень серьезная проблема, и за такое могут и прибить. То есть такие вот у видняков тоже свои терки, поэтому опасное дело с ними связываться. Ну не нам, конечно, а они как бы не связываются друг с другом, стараются не пересекаться, то есть опять-таки стараются не мешать друг другу, то есть не рассказывают секреты друг от друга, потому что за такое действительно можно и прибить. В общем, хотела поделиться немножко с вами такой интересной информацией сегодня, как бы вспомнила. Думаю, может кому-то будет интересно. В общем, подписывайтесь на мой канал, если вам интересно, если вы в первый раз и вам понравилось, подписывайтесь обязательно, оставайтесь на моем канале, буду рассказывать все самое интересное об Индии, о традициях здесь. Ну, в общем, стараюсь как могу рассказывать вам все-все-все-все-все абсолютно, все, что я знаю, все, что я вижу, все самое интересненькое из первых рук. Пока-пока! Ну, в общем, опять это я. Делаем сейчас чесночный хлеб. Так это называется на нашем языке, на английском, garlic bread. Хлеб я покупаю уже готовый. Он, если вы видите, он уже весь с чесноком, то есть с чесночным таким вкусом. И используем сыр моцарелла. Моцареллу я тоже покупаю в килограммовых таких пакетах. Уже он крошеный, то есть уже перетертый. Не надо запариваться, не надо заморачиваться. Получается очень удобным. Причем должна вам сказать, почему я все это показываю, готовлю. То есть я как бы не часто все такое европейское готовлю. Сегодня муж побежал в тренажерный зал и как бы выдался такой день, что мне не надо было стоять на кухне с самого утра, готовить индийское. И поэтому решили побаловать себя таким без перца, скажем так. Ну, сейчас уже здесь вам покажу, как я это все делаю. Я уже порезала вот на такие кусочки. Теперь сейчас намажем маслом. В общем, покажу уже вам здесь, как я это все делаю. Ну, в общем, видите, таким образом намазываю приправу на весь хлеб и ложу на противень. То есть я за приправу, я вам уже сказала, универсальная. Я ее и в пасту использую, я ее и в горлик бред использую. Хорошим таким слоем намазываем, потому что весь вкус как бы в этой приправе он и есть. Поэтому нужно так побольше, чтобы чувствовался чеснок, чтобы чувствовались все приправы. Ну, в общем, таким образом намазываем полностью хлеб. Ну, в общем, здесь у нас уже все готово. Мы уже намазали маслом. И теперь осталось нам только посыпать все сыром. Ну, я делаю это таким образом. Сыра я люблю побольше, конечно, на чесночном хлебе. Ложу по одной ложке на каждый кусочек. Ну, и таким образом полностью посыпаем весь наш хлеб. Ну, в общем, здесь все готово. Я ставлю буквально на 5 минут, на 250 градусов, то есть чтобы хорошенько сверху засушить хлеб, а внутри он бывает мягким. И только расплавить сыр. Ну, вы можете делать, конечно, на свое усмотрение. То есть кому-то нравится зажаренный сыр, тогда можно сделать и 10, и 15 минут. Ну, в общем, здесь все. Если вы вот так вот сделали, после этого уже вы можете поджарить тогда, когда вам нужно уже будет кушать. Когда вы захотите именно, когда вы уже будете есть этот гарлик-бред, когда захотите его есть в горячем виде, тогда и делайте. То есть вот так вот приготовьте и оставьте. Ну, все, здесь все. Дальше уже на ваше усмотрение. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам было интересно. В общем, это паста по моему рецепту. Чеснок мы уже в масло добавили. Теперь я хочу немножко добавить смеси. Это у нас сливочное масло. Здесь у нас тоже свежий чеснок. Все приправы, смесь приправ, таких как орегано и остальных. Ну, там что там, базилик бывает, я не знаю, они уже в готовом виде. В готовом виде продаются. Это у нас для флевора. Чили флекс здесь есть обязательно. Здесь, конечно, побольше надо ложить. Вкуснее получается. Зеленый лук. Все должно быть не пережарено, а такое свежий, как бы, чесночный. И флевор, и флевор овощей он должен здесь присутствовать. То есть мы не пережариваем, мы буквально немножко пропариваем. Вообще, должна сказать, что паста, спагетти, чеснок очень вкусно, когда чеснок присутствует. Конечно, если кто любит, потому что не каждый любит, конечно, свежий чеснок. Я очень люблю. Ну, в общем, вот такая красотища у нас получилась. В духовке буквально 5 минут на высокой температуре. И здесь вот уже в тарелку насыпала нашу спагетти и два кусочка гарлик-клеба. Конечно, калорийно. Здесь уже ничего не скажешь. Калорийно, но вкусно очень. Попробуйте обязательно по моему рецепту спагетти. Я думаю, всем понравится. Ну, и для успокоения души супчик. Без супа вообще не могу ни дня жить. Суп это обязательно. Ну, в общем, вот такая красота, красотища, вкуснотища. Все, люди, попробуйте. Надеюсь, со мной вам интересно. Надеюсь, вас удивляет каждый раз чем-то новеньким. Ну, все. Пока-пока.